Кадастровая оценка недвижимости будет объективной, а налог на имущество не вырастет больше, чем на 10%. Об этом кураторы вопроса рассказали на встрече с главами районов. Ведь системный анализ промежуточных результатов работы, проведен по всему Дагестану, практика показала, вопросы у людей идентичны. Подробные ответы на них дала заместитель председателя правительства региона Екатерина Толстикова. Все детали расскажет Абдурахим Белалов-Даганай. Увеличение стоимости объекта не означает рост налога. Системный анализ промежуточных результатов проведен во всех районах республики. Практически в каждом одни и те же вопросы. Ответы на них получены уже сейчас. На все обращения граждан заместитель председателя правительства Екатерина Толстикова вместе с представителями компетентных ведомств отвечает открыто. Да, в системе много неточностей, есть ошибки, и мы вместе с вами готовы их исправлять, отмечает она. Государственная кадастровая оценка должна быть справедливой. С пастбищем у нас земельные участки вышло даже 11,44 за один квадратный метр. Я даже здесь в замечании это указала. Почему-то во втором отчете выходило, чем земли, которые обрабатываются, растения, животные и плаха, вот ценовая зона на пастбище была выше. Я не знаю, может, это какая-то механизация была. Но здесь же другая цифра. Здесь же другая. Она гораздо ниже. Да, она гораздо ниже. Мы с этой цифрой согласны. Нам сейчас очень важно понять, как мы будем верифицировать вот эту вот уточненную уже цифру, да. Потому что мы сейчас что-то проверили, конечно, по системе, да, что получилось. Но важно теперь, чтобы Александр Павлович это учел и с вами еще раз обрадовался. Что да, примерно так получилось правильно. Фактически вот мое родное село, где население проживает, идет как селхоземли. А село, карта, находится в совсем другом месте. Поселедческие земли же дорогие, чем селхознащение. Сейчас вот корректируем это, решаем, с населением работает, все главы. Представители Сергакалинского, Хасайуртовского, Левашинского, Рутульского, Ахтынского и Дукуспаринского районов подготовили карты. Здесь отмечены несколько зон. В каждой из них свои критерии. Оценки стоимости имущества. К примеру, участок земли или дом, которому проведена вода и газ, будет стоить дороже аналогичного без условий. Сюда же можно включить и стройматериалы с годом постройки. Дом из Саманового кирпича 70-го года не может стоить больше того, что был сдан в 2000-х. Главы муниципалитетов, депутаты и представители жителей поселения куда лучше знают объективную стоимость имущества в своем районе. Поэтому итоговая стоимость будет составлена с учетом интересов всех сторон. У нас три зоны. Это первая, вторая, третья. Ну, первая, которую были к райцентру, 1700. Там за квадрат третья зона, это горная. Вот там получается 1200. Я понял, что сегодня еще не поздно, что можно еще доработать, поработать. И мы это и будем делать. И сделаем так, чтобы никого не ущемит, ни населения, никого. И мы уже знаем, как это надо делать. И самое главное, мы получили от руководства добро, что не так просто кто-то или компьютер какой-то там нарисует нам, а мы сами оценим свои домовладения и дадим свою оценку, реальную оценку. Чего наши стоят дома и сколько они будут получать за это, оплачивать налог. Следует напомнить, что физические лица будут уплачивать налог по новой кадастровой стоимости только в декабре 2021 года. Налог на имущество не вырастет больше, чем на 10% вне зависимости от роста его стоимости. Долгие годы оценки не придавалось большое значение. Но сейчас есть возможность все исправить. К чему бы сегодня налог, это кадастровая стоимость не вывела, пока у вас еще остается сильный аргумент, чтобы отрегулировать столы так, чтобы народ не возглушался, что разы повесилась ставка. Будем представлять справки с каждым там сельским поселением, сельской администрацией, главой. И с районной главой возьмем справки, представим, как это до построены дома и с чего построены в основном. Если мы резко поднимем сразу кадастровую оценку, то сложно будет к бизнесу развиваться. А то, что сегодня мы обсуждали, что такое резкого поднятия не будет по бизнесу, будет постепенно эта работа проводиться. И нужно все эти моменты учитывать. В Дагестане без учета остается еще 600 тысяч объектов. Уже 230 тысяч включено в систему налогообложения. Раньше по ним налогов не исчислялось вовсе. Во многих случаях налоговая нагрузка с населением будет снижена, потому что кадастровая и инвентаризационная стоимость не равны друг другу. Абдурахим Белалавдаганай, Руслан Салихов. Время новостей.